Так Анна выглядит сегодня. Стройная, привлекательная девушка. Регулярные тренировки, здоровый образ жизни, никаких чипсов и фастфуда, правильное питание. А еще полтора года назад она выглядела так. За год вес девушки уменьшился почти вдвое. Со 100 до 58 килограмм. Мой вес пришел ко мне достаточно за быстрый период. Я набрала около 25 килограмм за 3 месяца. В связи с переходным возрастом, гормональным сбоем, щитовидкой, я начала набирать лишний вес. И если честно, когда я вот так смотрела в зеркало, я не замечала, что я поправилась. Это произошло нежданно-негадно. Я проснулась с утра, посмотрела в зеркало и ахнула. Потому как, ну, каждая девушка хочет видеть в зеркале свой идеал и слышать, что ты самая красивая. Вообще я не замечала, что у нее какой-то лишний вес, что она какая-то не такая, что она как-то... Она выделялась сама как личность, как персонаж какой-то, как индивидуальность, потому что она красива, она себя умеет подать. Я вот как той позиции, что никто не вспомнит, какой ты был 5-10 лет назад, все вспомнит, там впечатление какое ты производил на людей. Анну действительно любили даже с весом в 100 килограмм. Девушка из тех, кого называют душой компании. Яркая и харизматичная ведущая вечеринок. Но все же с новым весом ее персона вызывает к себе гораздо больше внимания. Опытом похудения она делилась с экранов федерального телевидения и стала вести свой блог правильного питания в Инстаграме. Нужно исключить жареное, печеное, мучное, чипсы, фастфуд, газировки, там не злоупотреблять орехами, сладкими конфетами и так далее. Всему есть замена. Я в своем блоге об этом рассказываю. У меня каждый день есть рецепты, девчонки этим пользуются. И мне пишут, Аня, я не знала, что из этого реально что-то сделать. И нужно-то всего 4 ингредиента, и это будет десерт. Я говорю, да, и это все очень просто. С советами по похудению и программами эффективных тренировок Анна делится с подписчицами бесплатно. Считает, что на пути к цели девушкам нужна поддержка и правильная мотивация. Чтобы оставаться примером и совершенствовать себя, не бросает тренировки, а только увеличивает нагрузки. Мы работали в последнем упражнении, да, мы делали его в средстве 140. В этом зале я не видел ни одной девушек, которая поднимает 140 кг. В этом зале нет. Я задал вопрос, ну, наверное, по стандарту, я говорю, ягодицы, она говорит, я хочу плечи, хорошие плечи и пресс. У каждого есть цель, и я думаю, что мы этой цели достигнем, просто должно пройти достаточно много времени. Я прошла все эти этапы ада, потому как каждый день вставала и говорила себе, что завтра, Аня, мы идем с тобой бегать, в 6 утра мы встаем. Позже девушка поняла, что заставлять себя – малоэффективное решение. Главное – искренне захотеть, видеть цель и действовать решительно. Тогда подъем на пробежку даже в 6 утра будет доставлять удовольствие. Просыпать для того, чтобы сделать, во-первых, мир вокруг себя лучше, потому что в моем кругу общения много людей, у которых есть какие-то проблемы, где-то недостатки, где-то невозможность что-то сделать. И я стараюсь помочь. В моей жизни сейчас, наверное, приоритет помочь ближнему, потому как я знаю, что помогая одному человеку, он обязательно отдаст тебе это взамен. Хотя бы даже тоже спасибо. Поэтому пока я придерживаюсь того кредо, помогай, дари людям радость, улыбайся, и тогда не только в твоей жизни, но еще в жизни другого человека будет все замечательно.